Приветствую всех, вы на канале InStarting новости и сегодня в выпуске. SpaceX отказана в запуске Starship. Rocket Lab поймала первую ступень ракеты вертолетом. Система на основе ультразвука позволяет пользователям ощущать виртуальные миры во рту. Все это и многое другое прямо сейчас. Обязательно подписывайтесь на канал, досмотрите это видео до конца. Поехали! Федеральное управление гражданской авиации снова отложило завершение экологической экспертизы по запускам космических кораблей Starship. На этот раз виноваты не черепахи и птицы на соседнем с площадкой заповеднике, а сама компания SpaceX. Она внесла так много новых правок в проект, что чиновники за ней не успевают. Решение по экспертизе отложено до 31 мая, что произошло в четвертый раз. Первые значительные проблемы проекту нового многоразового межпланетарного корабля Starship доставили защитники природы. Осенью прошлого года общественностью было оформлено свыше 18 тысяч комментариев к проекту, а также было опубликовано открытое обращение к властям с подписями от 11 экологических организаций. Чиновники не успели все рассмотреть в срок и несколько раз перенесли сроки завершения экологической экспертизы. Пока SpaceX решает проблемы с регулятором, Rocket Lab отрабатывает новые схемы возвращения первой ступени ракет. На этот раз американская компания впервые поймала первую ступень ракеты Electron с помощью вертолета после орбитального запуска. После отделения ступень снизилась и выпустила парашют, а затем вертолет затепил его крюком, чтобы опустить ступень настоящая рядом судна. Если состояние ступени позволит, ее впервые запустят повторно в одной из следующих миссий компании. Все бы ничего, но в эксперименте возник кое-какой казус. Компания рассказала, что после того, как вертолет поймал ступень, пилот обнаружил слишком сильную нагрузку и отсоединил ступень. Затем она приводнилась и ее из воды должно поднять морское судно. Кроме того, ведущая трансляции отметила, что ступень находится в отличном состоянии. Новая установка на основе ультразвука позволяет пользователям ощущать виртуальный мир во рту, не вступая в физический контакт. Недорогая система разрабатывается в группе Future Interfaces Group, университета Карна Гимеллана, командой в которую входят аспирант Вивиан Шен, научный сотрудник Крейг Шульц и другие. Система включает в себя фазированную решетку из 64-х крошечных ультразвуковых преобразователей, которые прикреплены к нижней части существующей гарнитуры VR. Это сделано для того, чтобы они располагались над ртом пользователя. Работая в координации с изображениями и действиями, которые просматриваются и слышатся через гарнитуру, датчики излучают акустические волны, которые проходят по воздуху к рту. Срабатывание преобразователей синхронизировано таким образом, что их волны интерферируют друг с другом в определенных точках. Причем эти точки находятся на губе, зубах или языке пользователя. Возникающие в результате вибрации воспринимаются как тактильные ощущения, воспроизводящие ощущения от действий, таких как питье из фонтана или даже поцелуи. В зависимости от того, какое действие моделируется, ультразвук может принимать форму сфокусированных импульсов, а также ударов по рту или постоянных вибраций. Когда система была протестирована на 16 добровольцах, было обнаружено, что она особенно хорошо показала себя при чистке зубов, ощущении капель дождя, падающих через открытое окно и ощущении паука, идущего по губам. Сейчас ученые работают над тем, чтобы сделать систему меньше и легче, а также добавить в ее репертуар больше тактильных эффектов. Компания Ford анонсировала выпуск F-150 Lightning, самого быстрого F-150 и единственного полноразмерного электропикапа с ценой менее 40 тысяч долларов за базовую модель Pro, что делает его самым доступным электропикапом. Для сравнения, стоимость Trivian R1T начинается от 67,5 тысяч долларов. У Ford также будет версия XLT за 72 тысячи долларов с расширенной батареей. Новая модель имеет ускорение от 0 до 100 в среднем за 4 секунды и запас хода до 515 километров. Сборка происходит в центре электромобилей Ford Rounge. По данным 2020 года, Ford S-Series был самым продаваемым пикапом в Америке 45 лет подряд, а среди американских потребительских товаров по доходам уступал только iPhone. Президент Ford заявил, что настоящий переход Америки к электромобилям начинается сейчас. F-150 Lightning – это только начало наших амбиций по росту и лидерству в области цифровых электромобилей. Частная компания Volta Trex официально представила две разновидности 16-тонного электрогрузовика Zero, который презентовала в 2020 году. Обе новых конфигурации рассчитаны на меньший груз – 7,5 и 12 тонн соответственно, но зато они будут более маневренными. Грузовики Volta появятся после выхода двух более тяжелых моделей – 16 и 18 тонн в ближайшие два года. Все они будут объединены общим дизайном, но отличаться по шасси. Компания уже начала работу над двумя менее крупными грузовиками в конце декабря. Начало открытых испытаний запланировано на 2024 год. Серийное производство может стартовать в 2025 году, если все пойдет по плану. С этого момента Volta намерена выпускать свыше 27 тысяч электромобилей в год. Snap установила свою технологию обработки изображений в карманный дрон с камерой под названием Pixie, который может записывать видео или делать фотографии, когда он летит вокруг объекта. Дрон, делающий селфи, можно настроить на полет в одном из четырех предусмотренных режимов с помощью многофункциональной кнопки вверху. Зависать перед пользователем или группой, отходить от близкого к дальнему, перемещаться вокруг объектов и следовать за ними. Фронтальная камера может снимать 12-мегапиксельные изображения и видео 2.7К со скоростью до 30 кадров в секунду, а вторая камера на нижней стороне помогает дрону ориентироваться во время полета. Чтобы пользователям не нужен был контроллер, хотя нет никаких упоминаний о включении каких-либо умных способностей для предотвращения препятствий. Pixie также приземляется на протянутую руку после завершения фото- или видеосъемки. Записанные снимки можно отправить по беспроводной сети в функцию воспоминания в приложении Snapchat, работающем на сопряженном смартфоне. Отснятый материал можно настроить и добавить эффекты с помощью инструментов редактирования перед загрузкой в Snapchat или другие платформы социальных сетей. Дрон с камерой Snap имеет размеры 131.7х106х17.6 мм, включая встроенную батарею. Он оснащен четырьмя роторами, встроенными в ярко-желтый корпус для безопасности. Поставляется с 16 гигабайтами встроенной памяти для хранения до 100 видео или 1000 фотографий. Имеет встроенный Bluetooth с низким энергопотреблением. И, как сообщается, совместим с iPhone 7 или более поздней версией и некоторые телефоны Android. Его литий-ионный аккумулятор рассчитан на 8 отдельных полетов, хотя это будет зависеть от выбранного режима полета. А продолжительность полета можно установить в приложении Snapchat. Для зарядки каждой смены батареи через USB-C требуется около 40 минут, хотя быстрая зарядка до 80% занимает половину этого времени. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok